Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ежегодно спасают по несколько сотен без вести пропавших людей в каждом регионе. Это не просто хаотичный поиск человека по ориентировке. Это целая сложная система, где каждый волонтер отвечает за свою сферу деятельности. И это четко прослеживается на их учениях. Тут волонтерам рассказывают, как верно собрать рюкзак для поиска именно в лесу. Тут только все самое основное. В первую очередь нужно взять питьевую воду, защиту от клеща, защита для глаз, любые строительные очки, для рук, которые подойдут также строительные перчатки. Самое главное скотч, потому что он в России всему голова. Ну и обязательно специальные фонари на аккумуляторных батарейках. Около шести лет назад я узнала именно тогда про «Лиза Алерт». Мне понравилось, что это системная история. То есть это не побежали в одну сторону, побежали в другую сторону, а такая хорошо продуманная, простроенная, системная история. В Омске, где я живу, отряда не было в тот момент, поэтому я сначала начала учиться, вела поиски в других регионах. Новосибирский отряд как раз обучал меня, я приезжала сюда каждый выходной на протяжении двух месяцев и училась, и потом запустила отряд в Омске. Потому что я считаю, что в каждом регионе должен быть такой отряд, потому что статистика выживаемости пропавших, она значительно отличается в тех регионах, где есть поисковые отряды, где их нет. По обрывкам, так сказать, этих прозвонов и то, что удается собрать, мы уже начинаем анализировать и после этого применять авиацию, если поиск перешел в такую категорию. Как правило, этот поиск ребенка или детей всегда применяется в авиации. Эти тренировки проходят на протяжении трех дней. Сначала все, кто собрался, разбивают палаточный лагерь. Во второй день поднимаются и опускаются на вертолете. И завершающий момент – это поиск человека в лесу. Далее добровольцы разъезжаются по своим регионам. Продолжение следует...